С самого утра, 14 декабря, к дому номер 7 на задней бассейной улице приходят неравнодушные ивановцы. Приносят горячую еду, чай, теплые вещи. Всех их объединило чужое горе, ставшее для каждого чем-то личным. Размеренную жизнь Надежды Охапкиной на окраине города в одночасье перевернул страшный пожар. Теперь 80-летняя женщина ютится в холодных, сырых комнатах, без света и газа. Городские власти предложили Надежде Константиновне гостиницу с питанием. Пенсионерка наотрез отказалась. Говорит, дом свой не бросит. Я не хочу переезжать. Я так здесь пока. Ну как же. А почему переезжать не хотите? Меня здесь устраивает. Я привыкла к этой домушке. Так живу с детства. Родилась здесь. Ни соседи, ни администрация города, ни волонтеры не смогли уговорить бабушку хотя бы на время потянуть аварийное жилье. Внутри дома страшный беспорядок и скверный запах. Греются принесенные волонтерами газовой плиткой. Толку от нее, правда, немного. За кошками, а их здесь 7 или 8, похоже, давно не убирали. По хозяйству женщине помогает ее соседка Лариса. Она не работает, представляется опекуном. Однако в мэрию эту информацию опровергли. По информации территориального управления, которые оформляют опеку, на нее опека не оформлялась. По моей информации, эта женщина не имеет регистрации в данном жилом помещении и даже на территории города Иваново. Поэтому, наверное, у нее нет регистрации. Пока погорелицы принимают журналистов и греются у плитки, волонтеры обсуждают восстановление дома. За два дня неравнодушные горожане собрали 50 тысяч рублей. Первоочередная задача – вернуть в дом газ, чтобы женщины не замерзли. Для этого необходимо отремонтировать крышу. Специалистов уже нашли, деньги на стройматериалы и новый газовый котел есть. В беде Надежду Константиновну не бросят. Этот дом – это все, что ее связывает с жизнью. Она никогда не была замужем, у нее никогда не было детей. Она не знает этой семейной, грубо говоря, радости. И всю радость жизни для нее составляет этот дом. Потому что этот дом строил ее отец. И это единственная память хорошая о ее прошлой жизни. Почему женщина отказывается от предложения на время переехать, остается только догадываться. К счастью, когда механизмы городских властей уже не работают, на помощь приходят простые люди, готовые потратить силы, время и деньги, чтобы спасти совершенно незнакомого человека, попавшего в беду. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.